Жалкие гроши! Тест и дроп, ссылка в описании. Ти-2018 медленно, но верно приближается и приближает нас к самому главному периоду в году для всех уважающих себя дотеров. И в этот раз ситуация еще более пикантная. На носу выход артефакта, а также релиз новых героев для Дота 2, который точно случится на турнире. Однако, если о новых героях, за исключением того давнего слива под кодовым именем Марс, ничего нового не появлялось, то вот с артефактом ситуация иная. Недавно интерес уже заскучавшей аудитории подогрел наглый слив очень важного скриншота из карточной игры от комментатора по Доте 2 с ником Cyclops. Тайский комментатор нарушил условия договора о неразглашении и слил засекреченную информацию, за что впоследствии, конечно же, извинился. Хотя достоверно неизвестно, был ли это на самом деле слив или же спланированная акция под чутким руководством Valve. Но факт остается фактом. Мы получили скриншот, который породил бурю обсуждений и вместе с тем запустил новую волну касательно теорий о новых героях, и в том числе о личности самого серого кардинала вселенной Доты 2, четвертого Спирита. Да, у многих сейчас появилась такая расплывчатая улыбка на лице, но уточню, что данная теория не является плодом моего больного воображения, как и большинство прошлых теорий. Все это обсуждается в комьюнити, и я, в свою очередь, стараюсь максимально убедительно донести эти обсуждения до вас, дополняя их своими догадками, мыслями и небольшими приступами СПГС. Прародителем же этой теории стал паблик Энесса, посвященный артефакту, а также их одноименный ресурс. Ссылки на первоисточники я с удовольствием для вас оставлю в комментариях, можете ознакомиться с ними, ну или поискать по этому поводу еще информацию на реддите. Там эту тему тоже успели поднять. Ну что же, это был краткий экскурс в тему, а теперь я приветствую вас на канале Типичная Дота, и сегодня мы постараемся узнать, кто все это время скрывался за маской четвертого Спирита. Замечу, никаких утверждений насчет его появления в Доте 2. Мы затронем лишь его личность. Усаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Для разогрева немного интересного с этого самого скриншота. Во-первых, карты пугны с коротким, но очень ярким лором, а точнее речью. Я перевел эти строчки для вас. Итак, Тайлер Эстейт. Он стремится контролировать магию, наказывать тех, кто нарушает правила кворума. Но я покажу им, что некоторые вещи нельзя контролировать. И когда Тайлер Эстейт сгорит, я нацелюсь на Плакучую Розу. Пугна. Вспыльчивый нигилист. Итак, Тайлер Эстейт. Кто это? Напомню вам, что данный персонаж, судя по репликам Мерески, занимается поиском могущественных героев для борьбы с магией и получения контроля над ней. Под его знаменами уже действуют антимаг и сайленсер. Думаю, понятно из-за каких умений. Судя по речи, Пугна явно выступает против него и против кворума, организации, управляющей торговым центром мира Доты 2 под названием Плакучая Роза. И здесь же мы узнаем, что Тайлер является явным союзником кворума и, возможно, даже его предводителем. Кстати, одного из представителей политической стороны этой организации нам уже показали в официальном арте. Эмиссар кворума. Из всего этого становится очевидно, что Плакучая Роза станет одним из ключевых мест первого сезона Артефакта и подарит нам множество захватывающих историй. И это выглядит уже крайне интригующе. Далее на скриншоте также четко можно разглядеть имя и иконку Каны. Той самой девочке-крипа, получившей какие-то суперсилы, которая уже точно будет входить в список основных героев первого акта и, скорее всего, одной из первых также посетит и Битву Древних. Ведь, судя по официальному заявлению Велф и самого Гейба Ньюэла, в частности, все герои, появившиеся в артефакте, будут введены и в Доту 2. Громила Огр и Темный Тролль, судя по количеству карт в колоде справа, являются картами существ, поэтому заострять на них свое внимание мы не будем и перейдем к самому интересному. Мэзи и его аватар стали главной причиной поднявшегося урагана теорий и догадок. Это имя мы уже слышали, опять же, от Дарквиллоу, а первые концепт-арты с упоминанием этого героя я разбирал еще в декабре. Эти концепты были нарисованы художником Дрю Вольф, который ранее работал на Уэлф. Рисунки были сделаны для какой-то неизвестной игры, а имена персонажей со временем появились во фразах Пангольера и Мерески. Ну и, конечно же, в ранее вышедших репликах Аркана Джиггернаута. В скором будущем некоторые из этих героев были замечены в качестве ботов для артефакта, и всем сразу стало ясно, для какой игры рисовались эти концепты. Ты ведь не дружишь с Мэзи, верно? Ненавижу этого коротышку. Это та самая реплика. И вроде бы все предельно понятно. По продвинутому экзоскелету, обозначению коротышкой и связи с Клокверком можно сделать вывод, что это один из выходцев смышленого народца кинов, которые славятся своими технологиями и маленькими размерами. Логично? Логично. И, казалось бы, какая здесь связь со Спиритом, и что здесь вообще можно размусоливать? Итак, как мы видим, иконка Каны соответствует ее реальному виду, а значит и иконка Мэзи должна быть таковой. И вот здесь есть интересная загвоздка. Иконка Мэзи один в один повторяет физиономию этого громила, который ну никак не может претендовать на место в рядах умных коротышек. Его я находил и показывал вам тогда же в декабре при разборе концептов героев и существ артефакта. И чтобы снова не лить воду, предлагаю посмотреть отрывок из того ролика с моими мыслями на этот счет. Далее. Персонаж, внешний вид которого очень напоминает Каалина. Здесь вам и массивное тело, и одеяние в точности соответствующее стилистике Спиритов, да еще и пояс с камнем внутри, что является настоящей визитной карточкой братьев-духов. И так уж получилось, что мои декабрьские мысли совпали с теориями этого месяца. И что же получается? Неужели Мэзи и является тем самым четвертым братом, чего выхода ждут уже больше года? Если допустить, что его аватар в артефакте является действительным, то это очевидно ликвидирует вероятность того, что Мэзи это Кин. Ну и далее. Уже сложно будет отрицать, что внешний вид этого героя очень сильно отдает стилистикой Спиритов. Однако, как и в любой другой теории, здесь есть свои противоречия, и давайте их подытожим. Во-первых, нельзя просто закрыть глаза на все вышеупомянутые факты и реплику Мерески, что указывает на принадлежность Мэзи к Кинам, а никак не к небожителям. Во-вторых, все же есть вероятность, что иконка Мэзи тестовая и не отражает настоящий внешний вид героя. И в-третьих, все три имени Спиритов тесно связаны с азиатской мифологией и культурой, и Мэзи уж точно выпадает из этого смыслового ряда. Райдзин, Каалин, Ксин и Мэзи, ну это как-то странно. Что по итогу, друзья? Если даже Мэзи окажется Кинам и будет отражать в своем образе то, что нам показывали уже давно, образ вот этого загадочного героя все равно должен рано или поздно всплыть. А с учетом того, что изображен он был на одном полотне вместе с Орлой Хан, которая точно выйдет как в артефакте, так и вероятнее всего сразу в доте, верится в его появление в качестве четвертого Спирита еще больше. Так или иначе, строить теории всегда приятно, особенно тогда, когда до ответа на самые главные вопросы осталось ждать уже меньше месяца. Ну или же на крайний случай, до официального выхода артефакта, который состоится тоже весьма скоро. На этом все, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всего самого интересного из мира Дота 2. С вами был Макс, еще увидимся и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok